Царю Небесный Сокровище благих И жизни подавствею Приди всеми сяны И отчасти от всяких скверны И спаси блаже души наши Приди всеми сяны Юлия из Челябинска спрашивает, как жить в миру в подвешенном состоянии, когда и семьи своей нет, и на монашество не тянет. Мне скоро тридцать. Ни рыба, ни мясо, как говорится. Я живу одна, и, кажется, никаких подвигов-то и нет, и в плане там смирения, потому что нет точильного камня. Кажется, что только в своей гордости утверждаюсь. Как строить свою жизнь? В чем призвание тогда? Неопределенность хуже всего. Сразу хочу сказать, что надо как-то приучиться жить сегодняшним днем. Очень часто мы как-то все время живем то ли завтра, то ли вчера. Кто-то тратит время на какие-то воспоминания от того, что уже прошло и никогда не вернется, пусть даже с сожалением, пусть даже с покаянием. Но это все уже прошло. Мы теряем сегодняшний день. А кто-то живет постоянным завтра. Вот завтра у меня что-то начнет происходить. Завтра я начну. Завтра вот что-то сдвинется, что-то изменится. И мы каждый день теряем сегодня. Завтра наступит завтра. А сегодня мы теряем. Вот эту минуту, вот этот день. Живите тем, что сегодня Бог вам дает. Это очень драгоценно. Вы выстроитесь так, вы сегодняшний день не потеряете. Завтрашний день опять будете жить сегодня. Опять не потеряете. Кто-то вот что-то глобальное живет какой-то мыслями о чем-то глобальном. Придет все в свое время. Вы сегодняшний день не теряете. Сегодня вот конкретно у этой молодой девушки. Сегодня конкретно такая ситуация. Она не в монастыре, она не замужем. Но с сегодняшний день он реально у нее есть, и она его теряет. Посвяти этот день в связи с особенностями твоей жизни. Ты свободна от детей, свободна от обязанностей каких-то. У тебя куча времени. Посвяти часть времени на молитву, часть времени на труды. Я часто, часто, очень часто говорю, как средство от уныния. Помните, кто еще из советского времени? Вот мы сидим старшее поколение. Помните, было такое понятие радость труда. Когда человек трудится, он никогда не унывает. У него есть динамика. Так вот, только человек остановился, его начинает болотить. Он болотится, и сразу приходит, уходит вот эта динамика, оптимизм. А на их место приходит тоска зеленая, болотная. Так вот, в духовной жизни тело нужно постоянно в трудах телесных держать, чтобы не было уныния. Будет радость труда. А душу нужно всегда держать в молитве, чтобы внутри была молитва. И тогда душа не будет болотиться. И она будет, она вот, динамика жизни будет. Не будет уныния. И не нужно вот, что у вас там впереди, какой сценарий вашей жизни, замужество или монашество. Но это все впереди. А вы теряете сегодня. Живите каждый день, чтобы у вас каждый день был наполнен радостью труда. Телесного и духовного. И у вас будет оптимизм, будет вдохновение. Марина из Москвы. Мы читаем... Здравствуй, Марина из Москвы. Мы читаем Псалтирь соборно. Каждый день и каждый в свой час. Но в силу рабочих моментов не всегда у меня это получается. Стараюсь тогда в это время молиться Иисусовой молитвой и поминать о здравии и о упокоении общими словами. Можно ли так делать? И нужно ли на исповеди каяться в том, что я подвожу своих самолитвенников? Ну, вам совесть же подсказывает. Вас совесть тревожит же. Если вас совесть тревожит, значит, о чем-то она вам говорит. Если уж взялись и взялись в ответственности перед этой группой, которая ждет от вас соработничества. Тогда уж старайтесь. На самом деле, если взвесить, очень крайние случаи, когда совсем невозможно. И очень много случаев, когда все-таки можно решить при желании. Вот надо только это желание иметь и ответственность, чтобы все-таки, если уж сказал, так исполнить. И опять у вас будет радость. Только я... Можно христианам радоваться? Будем потихоньку радоваться, чтобы никого не смутить. Александр, грех начинается с мысли, поэтому нужно заниматься Иисусовой молитвой. Когда теряешь чувство духовного, которое было, с болью и с ожелением вспоминаешь, что это может навсегда уйти и не вернуться. Так ли это, батюшка? Ну вот вы правильно сказали. Грех начинается с мысли, и победить мысль помогает Иисусу в молитве. Но не все понимают практически это, не имеют практического опыта. Они как бы повторяют вот эту фразу, которую священник им сказал, а может быть даже священник не понимает практически. А просто как мы им пользуемся, читая Иисусову молитву, но она не как заклинание действует. Знаете, вот в чем практически бытийно Иисусова молитва помогает? Пока Иисусова молитва будет у вас в области головы, она вам не поможет справиться с помыслами. Потому что это как раз место рождения помыслов, голова. А практика Иисусова молитвы предполагает, что когда-то она перейдет из области головы в область сердца. И когда это понемножку начнет происходить, вы обратите внимание, что это как раз то место, где останавливаются помыслы. Опять вот сразу делаю сноску, чтобы не путали душевное, эмоциональное сердце, центр чувств с духовным сердцем. Я говорю сейчас про духовное сердце, не про эмоциональное. Однажды вот на телеканале Спас двух священников спросили о сердце, об уме, и мне так грустно было, что они прям категорически сразу отрубили тему сердца. Но они имели в виду именно центр чувств, эмоций. Но они, видно, они не говорили, я не знаю, есть у них понятие вот именно духовного сердца. Я говорю о духовном сердце. Поэтому Иисус вам помогает, если ум перейдет в сердце и там будет стоять. Вы тогда уже раз-два, когда практически это увидите, у вас уже потом будет навык, приходит какой-то помысел, искушение какое-то. Вы уже просто сразу будете бежать в сердце, потому что там действительно все это останавливается. Олег из Воронежа, наш знакомый, батюшка. На работе подняли вопрос относительно прививок от гриппа, ковид. Какое мнение у вас, батюшка, на этот счет? Вот я вам сейчас, сейчас вас я разочарую. Мое мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Вот я бы сейчас навстречу тому священнику, который начнет вас учить при праведливке, сразу спросил, батюшка, ты какую медицинскую академию закончил? Или хотя бы, может, ты фельдшер? Ну или, может быть, у тебя хоть друг там может быть фельдшер? Ну почему священники лезут в область, в которой они некомпетентны? Ну откуда я могу знать про приливки, если у меня нет медицинского образования? Ну это глупо, да? Или, например, я без музыкального образования приду на концерт классической музыки и потом начну высказывать свое мнение в каких-то понятиях, которых у меня вообще нет. Ну музыкант будет стоять на меня, смотреть, улыбаться, из уважения он мне ничего не скажет, он мне не скажет, батюшка, ты дурак. Ну он просто будет улыбаться, и он будет понимать, что я полез не в свою сферу, в своей деятельности. Я не музыкант профессиональный. Также я не доктор профессиональный. У меня нет своего мнения насчет прививок. У меня есть мнение, что нужно обратиться к докторам. Вот еще, знаете, у меня была такая грустная, печальная ситуация лет 15 назад. Вот печальная до слез. Ко мне прибежала в алтарь, я еще на Васнецова служил, мама маленького ребенка, который был в реанимации с воспалением легких. А какой-то сумасшедший старец ей сказал, что все врачи же домосоны, забирая из больницы. И вот она прибежала к мне вот с такими глазами, батюшка, помогите, вот, а как же нам его лечить? И вот тогда я ей сказал, вот иди в храм, посмотри, у нас Сергей Васильевич доктор стоит, детский хирург. У нас Казарин доктор стоит, у нас Любовь Ивановна. И что, твой старец говорит, что они все же домосоны, что? Ну вы здоровые, нет. А самое страшное, самое страшное, что кончилось смертью этого ребенка. Его нет, ребенка. А у мамы мозгов нет до сих пор. Она так и окормляется у этого старца. Ну нужно понимать, какую-то ответственность нести за свое слово. Ну вдруг, ну вот прям спроектируй ситуацию на себя. Ты стоишь в священнике, учишь кого-то о прививках. А вдруг сейчас придет прихожанин, который действительно доктор, возьмет тебя за руку и скажет, батюшка, вы вообще в этом разбираетесь? Ну какое у вас образование медицинское? Даже не любой доктор в теме прививок разбирается, потому что это нужно быть еще специфическим доктором. Это не хирург, не уролог, а прививками занимается еще другая наука. Поэтому я не могу сказать ни за, ни против. Это было бы глупо и безответственно. Спрашивайте у врачей. У нас очень много православных врачей. У нас, по-моему, даже есть в России союз православных врачей. У меня вот здесь есть от ОСПа прививка. И наверняка, когда... Помните, вот сейчас в историю пойти, когда придумали пенициллин. Вот сейчас поднять историю тех дней. Наверняка тоже были искушения, чьи-то мнения были, что это... А потом пенициллин миллионы жизней спас и по сей день споставил. Я не могу сказать ни за, ни против прививки от гриппа, потому что я не доктор. Ну давай. Все, давай, дальше. Работает все? Все. С Мурманской привет передали? С Амурской партии. С Амурской. Кто-то там есть знакомые у нас в Амурской партии. Алиса спрашивает, можно ли поминать на проскомедии умерших от пьянства? Я вот однозначно не могу сказать. Я хочу сказать, что я поминаю. Потому что все-таки нельзя это вот буквальным самоубийством назвать. Человек страдал страстью пьянства, но ты страдаешь страстью гнева, и когда-то в каком-то момент гнева у тебя лопнул сосуд, и ты умер от кроверезлияния в мозг. Твоя страсть сильно отличается от его страсти. Может, он еще был алкоголиком да добрым, а ты не пьющий, но такой злой. Она любая страсть как болезнь. Я, опять же, свое сугубое мнение, я не рассматриваю алкоголизм как самоубийство. Ну, любой грех самоубийства. Апостол Павел говорит, грех рождает смерть. Любой грех. Но это как бы несознательное прекращение жизни. А этот человек мучается вот этой страстью, мучается. И вдруг когда-то это оборвалось именно на этой теме. Будет ли грех, если посетить мавзолей Ленина? Лепесток оденьте только, чтобы не набраться там чего-нибудь. Ну, это даже больше не греха, а какое-то пустое дело. Ну, посмотреть... Вот я именно употреблю слово «труп», в отличие от мощей. Да? Как помните, была ситуация, что после революции где-то там канализацию в Кремле прорвало, ему этот мавзолей залило канализацией. Патриарху Тихону доложили, он говорит, ну, по мощам и мира. Ты че? Поэтому, зачем он вам нужен? Лучше, если вы поехали в Москву, столько монастырей, столько храмов, святых икон, святых мощей. Да даже просто лучше в музей сходить. В Третьяковской галереи. Да, в Третьяковской галереи. В Трех богатырей, посмотрите. Айвазовского, посмотрите. Я вот больше, чем уверен, там вы не получите никаких томатий, восторгов. Ну, посмотрели, где лежит мертвый человек. Тем более, человек, с которым связана такая страшная история. Человек, который участвовал в убийстве нашего канонизированного святого царя. Не просто царя, его жены, его маленьких детей, потом миллионы, еще сколько было. Террор он ставил во главу революции. Знаете, как-то мне попалась на телевидение передача. Пригласили патриарха и Зюганова. Как имя, отчество его? Зюганова-то? Геннадий Андреевич. Или... Ну, Геннадий, раб божий. Как на какой-то передаче у одного человека выскочил и говорит, слава богу, я не верующий. И вот пригласили... А тем какой-то юбилей Ленина был, какая-то дата, связанная с Лениным. И пригласили патриарха и вот Зюганова, Геннадий Андреевич, пусть будет, да? Не обидится, да? И сначала из Зюганов там много чего говорил пламенно. А потом дали слово патриарху. И патриарх так мудро, он говорит, Геннадий Андреевич, я вас как образ Божий и уважаю, и люблю, как образ Божий, как человека. Но мне придется вас немножко разочаровать. И я не скажу ни одного своего слова. Я просто подготовился и немножко поконспектировал. Из работ вашего вождя цитаток выписал. Но тут уже просто никуда, ни вправо, ни влево. Это его слова. И он начал цитировать его слова. И гняг Геннадий Андреевич чуть под стол не сполз, потому что это слова страшного человека. И страшные слова, жестокие. Ну ладно, Ленину хватит. Что-то слишком много чести. Алена, скажите, жена, выйдя замуж, должна слушать мужа, не слушать своих родителей. Касается ли и мужа то же самое? И как смириться с навязчивым отцом мужа? Семейная жизнь предполагает очень много мудрости и терпения. Не вытерпишь, все развалится. Вытерпишь, и если будешь долго терпеть, оно со временем может потихонечку-потихонечку найти свое место, как все встать на свои места и уравновеситься. Но для этого очень-очень-очень много-много терпения. Бывают чрезвычайные случаи, когда человек пытается, но ничего не складывается. Но это чрезвычайные случаи. На них нельзя ориентироваться. Бывает даже семья разваливается. Бывает даже архиереи рассматривают вопрос и находят объективные причины, что уж лучше пусть они разойдутся, чем поубивают друг друга. Я грубо говорю. Но чаще всего, если вы вступаете в семейную жизнь, молодым, говорю, нужно понимать, что это великий труд и искусство. Вот постоянно нужно как-то научиться лавировать между ситуацией. Будете мудры, выстроите свою семью. Не будете, потеряйте. А искушение, как апостол Павел говорит, искушение дают терпение. Терпение делает нас искусными. То есть тот, кто не терпел, тот не может быть искусным, мудрым человеком. Дмитрий. Отец Сергий, прошу помолиться о мире у нас в Белоруссии. И о том, чтобы Господь укрепил нас, белорусов, стоять с братской Россией в любимом Христе, в нашем православии на века. С удовольствием читаю книгу к свету. Спасибо, отец Сергий, за ваш с единомышленниками труд. Матушки, сегодня по три поклончика за Белоруссию сделайте. Направили. Будьте благословенны. Потому что это такая, такая скорбь, когда нестроение, когда вражда, когда нестабильность. Избави Бог нашу Родину еще, Россию. Вот Белоруссия насмотрелась, молодежь белорусская, например, соседние Украины, заболели, как коронавирусом. Наши бы еще не насмотрелись на этот. Тоже мудрости нет. Нет опыта потерь. Молодежь выросла в более-менее стабильное время. Они не помнят 90-е годы. Они не помнят времена нестабильности. И в связи с этим они, как говорят, не пуганные. А в связи с тем, что они пуганные, они несохранные. Они делают глупости. Они не берегут то, что есть вот в руках. Господи, спаси, сохрани Белоруссию. Сейчас там во главе Белорусской Церкви стоит молодой, но очень духовный человек. И сам Белорус местный. Дай Бог мудрости архиерея белорусскому. Давай дальше. Светлана из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, можно ли приехать в Орский монастырь и поучиться Иисусовой молитве? Если вы обучаете, то на какой срок можно приехать? На всю жизнь. На всю жизнь. Да сколько надо, столько и приезжайте. Приезжайте, пожалуйста. Обучаем – это как бы громко сказываю. Я бы заменил слово «обучаем» словом «делимся». И вообще вот, вообще в христианстве я так не люблю, когда кто-то кого-то учит. Особенно это бывает плохо, когда мы начинаем внешних учить, не церковных. Вот лезем к ним со своими нравоучениями лучше, драгоценней, качественней и больше толку, когда вы не учите кого-то, а делитесь сокровищем своей веры, делитесь радостью своей, оптимизмом, которая дала вам вот эта жизнь, в которую вы вошли, и соблюдайте ее. Вот поделиться – это лучшее, и оно лучше воспринимается. Человек так устроен, вот я часто говорю, возьми человека вот так вот, дерни на себя, первая его реакция какая будет? Он отшатнется назад. Также нельзя навязчиво в свое мировоззрение его дергать, он обязательно отшатнется. А когда вы делитесь, и лучше, когда делитесь не когда вы его поймали, где-то в угол зажали и делитесь, а лучше, когда он спросил вас, а когда он спросит вас, когда он увидит в вас изменения. Это его заинтересует. Он раньше, например, вас знал лет 20 назад, 15, был знаком с вами, и знал вас как другого человека, и вдруг он встречает и видит, что вроде бы человек тот же, а в нем произошло какое-то изменение, и изменение в добрую, в хорошую сторону. Как он это видит? Он видит более уступчивого, мягкого человека, в противовеса тому, который раньше спорил, постоянно доказывал что-то свое. Он видит улыбку, он видит искорку в ваших глазах, жизнь видит. Глаза не мутные, мертвые. И его это заинтересовывает. И заинтересовавшись, он сам задаст вам вопрос. И вы тогда его не будете не учить, а поделитесь своей радостью. Почему? Что в вас произошло? Это специально святомузыку делали. Вера с Леной. Знание Церкви о Боге объективно или субъективно? Если объективно, то почему святые отцы по-разному толкуют одни и те же богословские вопросы? Например, вопрос о почитании икон или об исхождении Святого Духа. Нет, ну это не так. Святые отцы? Святые отцы, богословские, догматические вопросы просто не могут толковать по-разному. В этом они едины и тут просто априори. Тут другого не может быть. В оттенках, не касающихся догматических вопросов, даже в канонах возможна гибкость. Есть такой принцип экономии. Когда ради ситуации, конкретной ситуации, принцип экономии предполагает, что мы можем в канонах где-то немножко быть гибкими. Но не в догматах ни в коем случае. Тем более вы говорите про почитание икон. Тут просто не может быть разного мнения. У нас может быть разное мнение с протестантскими церквями, но это не святые отцы. Мы рассуждаем только о святых отцах православной церкви. И в этих моментах они единодушны. Во второстепенных, как апостол говорит, что мы можем во второстепенных моментах быть разными, но в главном, в догматических вопросах, мы их всегда едины. Сказано, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Тогда почему Бог медлит о просимом? Иной раз просимое приходит быстро от Бога, а иной раз уходит на ожидание много времени. Ну, тут много моментов можно... Я с одного главного момента. У апостола Павла есть такие слова. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть даже не на добро для вас самих. У нас очень-очень искажен наш разум, как ребенок-диабетик будет просить у родителей конфет или тайком таскать варенье. Родители ему не дают. Если ребенок еще маленький, не понимает самой сути дела, что лишняя конфетка может у него гиперсахаром кончиться и комой. Ему просто хочется, а он не понимает, почему. У него еще маленькие мозги. И тогда просто родители иногда даже не объясняют, просто ограничивают его. Вот этот случай, когда Господь говорит, что не получаете, потому что просите не на добро. Бывают и другие моменты. Очень хороший момент, почему Господь дает, но иногда медлит. Это испытание нашей веры. Если ты веришь даже в промедлении Богу или даже в отказе Богу, это настоящая крепкая вера. А если вот только дай на, это не вера, это коммерция. Я верю в тебя, потому что ты сию минуту мне дал. Вдруг ты промедлил, или я тебя люблю, потому что я от тебя получаю сию минуту. И вдруг ты... Вот в человеческих отношениях так часто бывает. Приходит послушница в монастырь. Первое время ей больше внимания, больше ласки. Она летает на облаках. И вдруг, не дай Бог, через полгода там ты ей не улыбнулся. Все. Или еще хуже замечание сделали. Вдруг и вот этот объект ее любви тут же становится с объектом ненависти. Вчера я за вас умру, вчера Асана, сегодня распни. Помните евангельский момент? Израильтяне любили Бога, пока Он сам им говорил, да вы ходите за мной, потому что я хлеба умножил, больных исцелил. Вот только все это прекрати, и вас не будет. Оно так и случилось. Верное воскресенье. Весь Иерусалим кричит Асана, благословен гряды во имя Господне, снимают одежды, стелят под ноги ослику, на котором едет Господь. И вдруг он входит в Иерусалим не как новый царь, который избавит их от рабства Риму. А вдруг он оказывается жертвой, и жертвой, которая умирает позорной смертью на кресте. И эти же Иерусалимы вдруг под крестом ходят и язвят, плюют в его сторону. Врачу исцелися сам. Теперь ты на кресте, покажи свою силу. Вот это качество любви. Это настоящая любовь или нет? Настоящая любовь любит бескорыстно. Получает она что-то от любимого? Не получает. Она просто любит. Исполнил он ее просьбу или оставил без внимания. Она все равно его будет любить, если это любовь. А если нет, то это просто коммерческие отношения. Сейчас уже даже брачные контракты создают. Стоит ли доказывать атеисту существование Бога? Если атеист убежден в том, что Бога нет, есть ли смысл его переубеждать? Или, напротив, Слово Божие поможет возродить его веру? Если вы будете говорить с любовью, с атеистом, без разгорячения, без сердитости, а вот с любовью, то вы можете вот одну часть исполнить. Я вот разделю вашу беседу в сторону атеиста на две части. Первая часть – это логически, если мирно, спокойно, с любовью, можно без проблем доказать бытие Бога вот через этот мир. Ну, потому что, знаете, если грамотно это делать, но у атеиста просто не останется, останутся только глупости. Но вторая часть – атеисту можно рассказать, что этот весь мир говорит о Создателе, что Бог есть, о чем Ейнштейн понимал. он смотрел на весь этот, на бытие этого мира, и он говорил, это, эта книга, как сто Библий вместе взятых, ну, настолько в ней миллион Библий, настолько все ровно выстроено и написано, но это же кто-то писал. Ну, я не буду в это углубляться. А вот вторая часть – показать человеку самого Бога не рассказать о Боге, а показать самого Бога. Тут уже вы, если он сам духовно не будет жить, если он не будет творить молитву, духовную жизнь не будет вести, тут вы ничего не сможете сделать. Вы можете рассказать человеку только о Боге, а самого Бога познать – это личный опыт должен быть, который начинается с личного желания. Человек сказал, я хочу. Ему говоришь, но если ты хочешь, ты должен понять, что это очень долгий, сложный путь, который должен ты пройти. Он говорит, я хочу, я согласен. И он начинает практиковать духовную жизнь, начинает прокритиковать молитву. молитву не как просто вычитывание текстов перед причастием или когда кто-то заболел, Акафис считаешь, а молитву как другую форму бытия, которая в тебе происходит. И вот в этой другой форме бытия, возможно, встреча с Богом, когда человек может уже сказать, я не просто доверяю опыту батюшки Серафима Саровского, Сергея Радонежской, Ксении Блаженной, я теперь имею свой опыт. Да, у меня есть, пусть маленький по сравнению с ними, но уже маленький свой опыт, который, если человек получил маленький, ему хочется его потом расширять, углублять. Он почувствовал вкус, ему хочется больше, 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 и его аскеза становится больше и больше. Плата за эту дорогую жемчужину он готов заплатить уже дороже, 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 потому что он он ее уже понял, вкусил, он ее подержал на ладошке. Ему не просто кто-то рассказал, что есть такое, а вот он уже ее посмотрел. Давай, последний? Нет, последний. Ага, спроси их там, они не устали в Копенгагене? Может, идти, вопрос, значит. Ну, давай. А вы не устали еще? Нет. Ну, монахиням-то им лишь бы на послушание не идти, они могут до вечера сидеть. Елена спрашивает, дорогой отец Сергий, скажите, пожалуйста, когда я была в Дивеево, меня совсем посторонний человек попросил ей дать, отдать мои четки. Должна ли я была ей отдать свои четки? Меня до сих пор коробит этот случай? Или на все надо рассуждение? Господь сказал по следующему даю. Все, уже понял. Если вы можете это сделать в простоте, вот я не только четок, я знаете, я 25 лет тюрьмы посещаю, и у меня столько было, когда я вот подхожу, а кто-то говорит, батюшка, мне крестик нужен, я говорю, ну я следующую неделю привезу, он говорит, да нет, я по этапу уже меня увозят, но я снимаю свой крестик и отдал, я не знаю, я штук 100 своих крестиков отдал, и что так отдал? Если вы можете это делать в простоте, как говорит Господь, правая рука не знает, не наблюдает, что делает левая, ну отдал и забыл, и все, никакой проблемы. А если вы в простоте не можете, если у вас начинаются помыслы, а что она с этими четками делать, кончится даже тем, а вдруг она колдовка, это вообще беда. Делайте все в простоте, вот многие задают вопрос, как подавать милостыню, делайте в простоте, отдал и забыл, без рассуждения, не надо много рассуждать, ну или рассуждение духовное от замороченности отличается короткостью. Ну, видишь, человек сидит, да, пьяный, просит у тебя, и ясно, что он сейчас пойдет бутылку купит. Твое рассуждение тебе очень коротко говорит, пойди, купи бутылку молока и булку хлеба, и отдай ему. Коротко, да? Я приводил пример, когда у меня были случаи, когда я вообще страшные вещи делал, когда мужчина подходит ко мне и просто откровенно говорит, у меня сейчас с похмелья сердце остановится. И были случаи такие страшные, когда я ему даже на бутылку дала, чтобы он не помер. Потому что я знаю, ко мне приходили на исповедь некоторые женщины не один и не два раза. и они со слезами каялись. Вот я всю жизнь его кляла, он меня мучил со своими пьянками. А кончилось, я его насквозь знала, я его видела. Ему можно было похмелиться. И он бы с утра на работу пошел. А я вот психанула не дала, и он умер у меня. Но это исключительные случаи. Я не говорю, что надо так поступать. Ну просто бывают разные случаи. И если даже в таком случае вы даете, делайте просто. Дал и забыл. Все? Нет. Мария, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы получить благодать Божию, нужно смириться, нужно смиряться перед сложными обстоятельствами, не вступать в споры, не отстаивать свою правоту, не бороться за справедливость. Как при этом не стать равнодушным к неправде и попустительстве зла, попустителем зла. когда вы будете в духе относиться к человеческой неправде, она будет... Вот смотрите, очень важный момент. У вас будет отношение к этой неправде, но это отношение будет рождать в вас печаль, скорбь. А когда вы не в духе, эта же ситуация будет рождать в вас гнев. церковь не призывает к равнодушию. Церковь говорит, что мы должны печалиться и молиться о всем мире, но всегда проверяйте качество, результат, вот по качеству состояния вашего сердца. Да, вы видите несправедливость, даже беззаконие, жестокость, но если это врождает в вас печаль, сожаление, слезы, это духовно. А если в вас это рождает гнев, я сам себя часто на этом ловлю, ох, разнес бы всех там настройки нехороших людей, значит, это не от духа святого гнев. Пусть оно даже вроде бы почва объективная, праведная, вам кажется, что у вас праведный гнев, а я часто вот говорю, а чем праведный гнев, от неправедного отличается, результат-то один и тот же, все равно гнев, все равно сердце-то немирное. Поэтому проверяйте свое неравнодушие качеством результата, пусть будет у вас печаль. Даже на этого алкаша смотрите и не сердитесь, а печалитесь. Представьте его когда-то первоклашкой, с мамой за ручку ходил и много хорошего чего-то делал, а вырос и где-то потерялся, споткнулся и стал алкоголиком. И вообще это другой человек. Ксения из Петербурга спрашивает, подскажите, батюшка, как поступить, если человек принимает доброжелательность и нежелание идти на конфликт за слабость? Как поступить, чтобы и не обидеть, и решить ситуацию? Я вам дам совет духовный. Учитесь говорить просто, коротко и с любовью. Вот некоторые говорят, категорически нельзя говорить, кто-то говорит, наоборот, надо говорить. Я вам говорю такую серединку. Бывают случаи, когда мы можем сказать, и смотрите, апостол Павел об этом говорит, если согрешил против тебя брат твой, подойди и скажи один на один. Но я вот дальше бы апостола Павла еще бы продлил. Один на один, но скажи с любовью и коротко. Вот такая большая беда, что мы не можем говорить коротко. Даже с благими намерениями, вроде бы, решили поговорить по-братски, по-сестрински, подошли и на полчаса как затянули, и он вроде бы в первые минуты твоего разговора, он склонился, пойти на встречу, на примирение, но после трех минут разговора на десять, пятнадцать, ты его долбишь и долбишь одним и тем же, и все, и начинается обратный процесс. Он уже думает, да когда же она уйдет, что ж такое. Духовный человек должен уметь говорить коротко и просто, чтобы за две-три фразы было понятно, и тогда вы можете говорить, а иногда даже я скажу обязаны сказать, но с любовью коротко и просто. Не нужно человека укорять по полчаса, это будет обратная реакция. Батюшка, если не знаешь, как правильно поступить, переезжать или нет в другую местность, как быть и правильно молиться в этом случае? Спасибо, Господи. Ну, я думаю, если вы куда-то собрали, если сами не знаете зачем, то, может быть, лучше не переезжать пока. стоит какое-то время помолиться, Господь обстоятельствами жизни вам покажет. А если у вас вот, вы говорите, может быть, мне переехать, но я как бы не знаю, зачем. Не, ну вопрос, как бы человек определенный, у него нет ехать, не ехать, зачем ехать. Когда у вас все понятно, все сложилось, сели да поехали. Я часто говорю, вот если ты заблудился в лесу, первое правило заблудившегося в лесу какое? Остановись, и, может быть, тебя найдут. А кто-то начинает в истерике бежать куда-то, да? И чаще всего это кончается, что он начинает бежать не в ту сторону и заходит еще дальше и дальше, и дальше, и дальше, и шансов его найти он оставляет меньше и меньше. Поэтому вот в таких жизненных ситуациях, когда вы не знаете, как поступить, возьмите себе за правило, возьмите паузу и просто молитесь. Батюшка, когда не у кого спросить, и в молитве не слышу ответа на свой вопрос, можно ли бросить жребий, помолившись, или открыть добротолюбие, принять текст, как ответ на вопрос от Господа? Я не знаю, можно или нет, я как бы однозначно скажу, что я так не делаю. Вы не делаете? Иногда вашу книжку открываем, а дам ответ на вопрос. Ну, лучше, конечно, найдите с кем посоветоваться, если есть священник, как бы рассудительности которого духовности вы доверяете. Может быть, даже просто добрый, мудрый человек со стороны. Иногда бывает так, что мы заморочимся в проблеме и начинаем ее субъективно оценивать. И в это время нужен трезвый взгляд со стороны. Не обязательно даже священника. Просто какого-то положительного, хорошего, мудрого человека нашли, которого вы уважаете и поделились с ним. И он как бы взгляд со стороны свой вам сказал. Он еще не в разгорячении на вашу проблему, он еще спокойно, трезво к ней относится, и он может хорошие советы дать. Послушание или дисциплина? Что главное в монастыре? Любовь в монастыре главная. Ни послушание, ни дисциплина, ни устав не будет работать, если не будет любви. Вот знаете, можно создать просто жестокие условия, контролировать каждый миг, каждую. Ну, человека можно внешне выстроить, а внутри он будет лукавить. Ну, никак на сто процентов. Вот кнутом просто нельзя загнать человека в царственный небес. Поэтому и послушание нужно, и строгость в монастыре нужна, разумная, и труды, и устав. Но если это не осолено любовью, можно варить борщ очень долго, но не посолить его. Чего туда-то куда-то туда не накидать, но не посолить. Вот любовь это соль, которая все осолит. Дай Бог нам любви, хотя бы стремление к любви. Итак, знаете, вот у меня много случаев в жизни было, когда Господь через любовь разрешал вообще, как бы, казалось бы, невозможный вопрос. Через любовь. Чего там? Четыре года назад похоронила сына самовольно ушедшего из жизни. молилась. Сейчас радость на душе. Это нормально? Ой, я очень хорошо отношусь к радости. Пусть будет у вас радость. Лишь бы радость это во Христе, в Боге была. Ну, не пустая радость. Но я думаю, женщина пишет о том, что молилась четыре года. И слава Богу, что она пришла к радости, а не к отчаянию. Потому что многих матерей такая трагедия, такая скорбь просто убила, раскатала. Они не смогли уже подняться некоторые. Слава Богу, что вы пережили это. Когда у человека радость, он способен на деятельность. Значит, вы и дальше будете молиться за сына. И много будете молиться. А когда у человека нет радости, а только удручение, только огромный камень на нем, он не то, что молится, он руку поднять не может. Давай. Дмитрий, Герода, благослови. Какой ты хитрый Дмитрий. Наверное, к нам собрался. поклон от отца Давида и Димитракиса Корульского. А, это Сафон. Просим молитв и очень соскучились. Ждем в гости. Сегодня едем на Панигирию в келью Рождества Богородицы, которую вы, батюшка, расписывали. Дай Бог. Очень рад просто про вас услышать и вспомнить Давида обнять бы. Давай дальше. Поклон Папе Сергию и всей Иверландии от Иер монаха Арсенья с наступающим праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Хабаровск. Амурск. Все? Все кончились? Ну, слава Богу. Слава Богу. Истину блажей Дитя Богу Родицу Пресвоблаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нашего Честнейшую Честнейшую Херувин И славнейшую Бессравнение Серафим Безысленья Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебе Тебе Величаем Слава Богу. Слава Богу. Сейчас еще вот коротенько. В прошлый раз кто-то спрашивал, что вы поете после литургии возле Божьей Матери. Сейчас буквально я поднялся в кабинет и открыл календарь, и там была статейка, что нашли самую древнюю самую древнюю рукопись, которая молитва Божьей Матери Третьего века в Египте. Сейчас в Александрийской церкви она находится. И это рукопись молитвы Божьей Матери под твоей милостью. Буквально строчка в строчку, и там написано это такое доказательство, что с Третьего века это 1700 лет. И эта молитва сохранилась буквально до слова. Не исказили ее, не исказили ее. То есть предание церкви как бережет все, что связано с Христом. Богу нашему слава, всегда на пресне и кивяков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok